Всем привет ребят, с вами Штребух и это свежий обзор моих находок из помойки, последний в 2020 году. Я сегодня Дед Мороз, поэтому решил вам подарить подарок. Я решил разыграть свой второй телефон, это пятый айфон с чехлом Сваровски. Телефон полностью в идеальном состоянии, под него есть даже коробка. Без iCloud, вообще можно сказать новый. Чтобы его заполучить, нужно зайти в мою группу в ВК, сделать репост записи. Также нужно поставить лайк под это видео и написать ваши планы на 2021 год. И кстати сейчас 16.35, 31 декабря, все празднуют новый год или готовятся к нему, а я сижу для вас монтирую этот видос. Поставьте за это пожалуйста лайк. Ну что ж, давайте теперь посмотрим, чем же меня одарила помоечка перед новым годом. Помоечка балует меня под новый год крутыми смартфонами. Во-первых, был найден полностью рабочий телефон от бренда Sony. Модель Sony Xperia M2 Dual. Подобный телефон бэушный на Авито стоит в районе 2-3 тысяч рублей. В нем все работает, и камера, и звук, и микрофоны. Видео записывают в принципе в нормальном качестве. В этом телефоне даже есть NFC чип. Задняя крышка кстати целая, она стеклянная. А кантовка у него пластиковая, и кстати вот здесь отсутствует заглушка. А еще телефон на две сим-карты. Данные смартфоны я нашел на стриме, а вот этот Sony полностью рабочий отправлю скоро подписчику, так как я его разыграл. И кстати вот для подписчика специально сфоткался. Ну а следующие телефоны разбиты, к сожалению. Хотя на вот этом вроде бы так на вид экран целый, но на самом деле здесь есть трещина. Вот ее видно. Это два одинаковых телефона от бренда Samsung Galaxy A5 2016 года. Полностью рабочие такие телефоны на Авито стоят 5-6 тысяч рублей. К сожалению эти телефоны с косяками, у них разбитые экраны, плюс к тому же разбиты задние крышки. Телефоны заряжаются и реагируют на нажатие кнопок. К сожалению я так понимаю у Samsung если разбивается экран, то он нифига не работает, поэтому нет никакой картинки. Но телефоны реагируют на нажатие и заряжаются. Их можно было бы продать на Авито под восстановление, по полторы тысячи за штуку. Но я их хочу оставить себе, и позже я их восстановлю. Закажу дисплей на Алиэкспрессе. Один из этих Samsung оставлю себе, а второй положу в сюрприз бокс. Так что не всегда помоечка радует полностью рабочими телефонами. Чаще всего смартфоны из мусорки требуют восстановления. Помоечка порадовала меня новой сиреневой курточкой. Я просто офигел когда ее нашел, потому что она полностью новая. Обидно конечно что она женская, но ничего страшного. Когда-нибудь я тоже найду подобную, потому что мне эта куртка очень понравилась. Куртка не пойми от какого бренда, на передней части есть два вот таких модных кармана. Молния работает прекрасно. Внутри курточка утепленная. Состояние полностью новой вещи. Это просто восхитительно. Помоечка одаряет и дарит новую одежду. Подарю эту курточку своей девушке. Надеюсь она будет ее носить. Курточка даже немного теплая. Ее можно будет носить по кайфу осенью или весной. Также нашел оригинальный блок питания от айфона и коробочку от айфона. Положу эту коробку в свою коллекцию. Мне интересно через сколько времени мне удастся заставить коробками от айфонов эту полку. Напишите ваше мнение в комментариях. Нашел колеса для самоката от бренда Stereo. Колеса резиновые, крутятся офигенно. Все в отличном состоянии, ничего не поломано. Целый комплект. Осталось лишь только доску найти в помойках и можно будет уже учиться кататься мне на скейте. Данный комплект не особо дешевый. Если бы я был фанатом скейтборда, я бы сиял сейчас от радости. Но мне эти колеса нафиг не нужны, я их продам на Авито. Если кто-то из вас не подписался на мой канал, то самое время это сделать. Порадуйте меня пожалуйста перед Новым Годом подарочком и сделайте подписочку на мой канал. Спасибо. Помойка меня порадовала перед Новым Годом рабочим телевизором от бренда Hyundai. Модель телевизора на экране. Самое крутое это то, что помоечка как будто чувствует и знает чего я хочу. Потому что мне как раз на кухню нужен был подобный телевизор для моей девушки, чтобы она готовила и смотрела телек. И это кстати не обычный телек, в него даже можно вставлять диски и смотреть фильмы на дисках. А еще что меня удивило, так это то, что в нем есть HDMI вход. Также этот телевизор работает от блока питания на 12 вольт. А это означает, что этот телевизор можно подключить в машине и балдеть и смотреть телек. Эх, как же я люблю помоечки за такие подарки. Это просто балдеж. Ну а если я данный телевизор не оставлю себе, то продам на Авито тысячи за три. Он по-любому там улетит со свистом. А еще был найден слуховой аппарат. Ребят, я был просто в шоке, когда узнал на него цену. Я просто офигел. Вместе со слуховым аппаратом была даже новая батарейка. Слуховой аппарат вот в таком чехле. Он очень маленький и очень дорогой. Подобные слуховые аппараты в интернете стоят по 30-40 тысяч рублей. И он полностью рабочий. Даже с чехлом. Слуховой аппарат от бренда Atikon. Модель Inno P. Он очень маленький и простой в использовании. Как только вставляешь батарейку, он сразу работает. Судя по контактам в нижней части, его скорее всего можно подключить к док-станции. И вы посмотрите, он в офигенном состоянии. Я не понимаю, почему его выкинули. Я его планирую продать на Авито 1000 за 8 минимум. Так как посмотрел цены на подобные слуховые аппараты на вторички. И стоят они по 10-15 тысяч. Так что помоечка снова дарит прибыль. Очень люблю находить дорогие находки. А еще была найдена вот эта микроволновка от бренда Supra. И она на удивление полностью рабочая. Вот выставляю время и нажимаю старт. Но при включении она немного трещит. Но потом этот трес пропадает и все работает. Я туда засунул мандаринку для теста. И микроволновка ее прекрасно поджарила. Она слегка теплая и даже взорвалась. Данную микроволновку нужно будет конечно же отмыть. Ну а после того как я ее отмою, я ее продам на Авито рублей за 500. Потому что состояние у микроволновки не особо хорошее. Но самое главное, что она рабочая. А вот это уже крутая находка. Нашел взрослый самокат от бренда Крейс. Я кстати на нем уже катался. Он офигенный. Полностью на ходу. Пришлось конечно немножко приложить руки. Подкрутить его, настроить. И теперь все и просто изумительно. Теперь у меня есть не только велосипед, но и самокат. Помоечка дарит, транспортное средство. Мне интересно, почему люди его выкинули. Ведь он полностью рабочий. Полностью целый. В нем даже работают тормоза. Я когда нашел данный самокат на стриме, я просто обалдел. Я поначалу подумал, что его кто-то забыл. А потом я просто на него встал и сразу поехал. Да, братва, а как же я люблю помойки. А ведь кто-то такой самокат даже себе позволить не может. А я его взял и нашел в помойке. Ну это разве не сказка? Это просто офигенно. А еще был найден Samsung Galaxy Neo. К сожалению, со вздутой батареей. Модель телефона на экране. Я его еще не проверял, так что прямо сейчас буду проверять. Надеюсь, батарея сможет работать. И кстати, на удивление, у него экран целый. Пытаюсь включить. Ух ты, ребят, включился это. Samsung Galaxy Grand Neo. В общем, он нифига не включается. Скорее всего, потому что батарея вздулась и сдохла. Нужно будет менять аккумулятор. Но, скорее всего, телефон рабочий. Внешнее состояние у него, конечно, не особо хорошее. Но самое главное, что экран у него целый. Подобный телефон можно будет продать на Авито тысячи за полторы. Нужно будет только под этот смартфон найти аккумулятор. Ну или купить на Алиэкспрессе новый. Обидно, конечно. Но, в принципе, ничего страшного. Не всегда же на помойке выкидывают все. Опа. А он загружается? Он так долго думал. Ребят, пишите в комментариях, как вы думаете, рабочий здесь сенсор или нет. Я почему-то думаю, что телефон полностью рабочий. Ведь помоечка чаще всего дарит рабочие девайсы. Просто телефон настолько старый, что он очень долго загружается. A few moments later. О, ну наконец-то. Братва, телефон-то включился. Но прошло минут пять. Батарея сдохшая. Вообще показывает 0%. Но этот телефон очень жестко тупит. Ну он все, он выключился. Нужно батарею менять. А еще была найдена полностью рабочая болгарка. От бренда Interskoll. Она с косяком, в ней нет кнопки. Но она, кстати, работает напрямую. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ну в общем, как вы поняли, ребят, болгарка полностью рабочая. Супер полезная находка для гаража. Пусть она и ушатанная, но самое главное, что она работает. А еще нашел два баллона с краской, полностью полные. Первый баллон с сиреневой краской. А второй с черной. Судя по внешнему виду баллона, эта краска дорогая. В гараже пригодится. Также нашел себе гель для бритья Gillette. HDMI удлинитель. И USB удлинитель от бренда Logitech. Мелоча приятно. Помоечка дарит неплохими подарочками под елочку. А еще, видимо, с какого-то сервисного центра выкинули большое количество дисплеев. Первый дисплей, кстати, абсолютно целый для телефона Asus. Второй дисплей тоже целый, скорее всего, для какого-то Xiaomi. Ну а третий дисплей убитый в хлам. Возможно, для шестого или седьмого айфона. Также есть целый дисплей от старого планшета. И еще один дисплей, абсолютно целый. А вот этот дисплей, кстати, абсолютно новый в защитных пленках. Дисплей для планшета Yoga Tab 310. Что-то я на самом деле сомневаюсь в работоспособности данных дисплеев. Но, возможно, какие-то из них рабочие. Там же была найдена батарея для ноутбука. Скорее всего, она сдохшая. Продам ее на барахолке. Там же я нашел кусок алюминия. Это задняя крышка от айпада. Кстати, с этой крышки даже можно снять динамик, переднюю и фронтальную камеру. Я эту крышку продам на барахолке или сдам на алюминий. А еще там был найден вот этот жесткий диск для ноутбука. Он саташный на 500 гигов. От бренда SeaJade. Не уверен, что он тоже рабочий. Но буду верить и надеяться, что он работает. Данный жесткий диск можно продать будет на авито, если он рабочий. Рублей за 900. Нашел тестер. Офигеть. Давненько такие штучки не находил. Топовая вещичка, которая пригодится мне в гараже. Вот только он не работает и внутри есть небольшое количество воды. Его нужно будет просушить. Ну а потом буду проверять, заработает или нет. Но надеюсь, что он рабочий. Вместе с тестером даже была инструкция к применению. Просто сказка. Полезная находка для гаража. А вот это уже интересная находка. Первый раз в жизни нахожу рог. Я не знаю, бараний, возможно, это рог. В общем, из этого рожка вроде бы пьют вино. Или, возможно, я ошибаюсь. Напишите в комментариях. Я просто не особо разбираюсь. Рог, в принципе, целый. Но вот в этом месте он немного коцанный. Но внутри коцак нет. А значит, протекать он не будет. Возможно, он даже сделан из серебра. Но никакой пробы на нем нет. Думаю, данный рог с большим интересом купят на барахолке перекупщики. Продам его рублей за 500. Нашел очередной бинокль от бренда Weber Classic. BPC 8X на 30. Увеличение у него офигенное. Вот только есть небольшие косяки. Вот здесь нет резинок. И вот здесь нет резинки. И немного стекло внутри треснуто. Но это, в принципе, не влияет на работу. Бинокль работает просто изумительно. Фокус настраивается. Вот здесь крутилка крутится. В общем, все отлично. Полностью рабочий бинокль. Но немного в ушатанном состоянии. Оставлю этот бинокль себе. Ну или продам рублей за 800 на Авито. Нашел рабочую игровую компьютерную мышку от бренда Defender. Модель Killer. Мышка с подсветкой. Прикольно моргает. В общем, грех жаловаться на бесплатную игровую мышку с помойки. Не первый раз нахожу подобные мышки. Я, в принципе, балдею от халявы. Помоечка дарит игровые девайсы. Положу эту мышку в сюрприз бокс. Была найдена рабочая машинка для стрижки от бренда Mosser 1400. И сделана машинка в Германии. И она, кстати, работает. Ну вот ее нужно смазать и отмыть ржавчину. Я так понимаю, это крутая машинка для стрижки. Которую я продам на барахолке рублей за 300. А может и за 200. Потому что насадок к ней в комплекте не было. Были найдены рабочие блютуз наушники от бренда Huidenides. Но они работают прекрасно. Оба уха работают. Но нет амбрашюр. Звук у них такой себе. Ну, в принципе, за бесплатно пойдет. Положу эти наушники в сюрприз бокс. Был найден рабочий смартфон слайдер от бренда Nokia. Состояние у него, конечно, соответствует его годам. Но, тем не менее, все кнопки работают. Телефон рабочий. Им можно пользоваться. Правда, игр в нем нет, к сожалению. Я бы хотел на нем зарубиться в гравити и поностальгировать. В нем даже камера работает. Капец она херово снимает. Но все равно хоть что-то видно. Когда-то это была топовая камера. Я думаю, этот телефон купят те, кто фанатеет от подобных смартфонов старых. И любит ностальгию. Но я не фанат подобной старины. Поэтому этот телефон продам рублей за 100. Оставлять себе не буду. Также был найден телефон стационарный от бренда Texas. Состояние отличное. Продастся на барахолке рублей за 50. Также были найдены шахматы. Продадутся на барахолке рублей за 50. А вот эти рублей за 30. А вот это уже помоечка дарит образование. Бизнес, клизмы, стратегия удвоения прибыли. Я данную книжку оставлю себе, почитаю на досуге. Хотя читать не люблю. Но когда-нибудь я начну читать. И помоечка дарит меня знаниями бизнеса. Также была найдена вот такая вот мини колоночка от бренда SmartBuy. И она кстати рабочая. Но звук в ней залупный. Закину эту коробочку в барахло для барахолочки. Также была найдена кенгуру, в котором можно переносить детей на себе. Так-то эта вещь не дешевая. Продам эту кенгуру на барахолке рублей за 200, за 150. Потому что сейчас не сезон. И я не думаю, что его вообще кто-то купит. Также была найдена вот такая вот статуэтка из металла. Может это даже пепельница. Или на нее можно было вешать ключи. Я не знаю. На барахолке подобные вещи охотно скупают перекупщики. Также была найдена в коробочке зарядка для батареек. Также была найдена плойка для волос от бренда Supra. Какая-то дешевая. Видно, качество херовое. Плюс тут еще провод ушатый. Но я думаю, купят на барахолке рублей за 20. Еще был найден залупный утюг. Видно по качеству очень херовый. Утюг с отпаривателем. Вообще ноунейм. Никакого бренда здесь по мини нет. Он очень легкий. Но самое интересное, что он рабочий. Продастся на барахолочке рублей за 50. Нашел себе чашку для кофе со свинкой Пеппой. Пусть она и детская, но смотрится довольно-таки классно. Буду из нее пить кофе и ловить балдеж. Когда я вот это нашел, я просто охренел, ребят. Это счетчики моточасов. И их здесь просто огромнейшее количество. Две забитые полностью сумки. Я смотрел в интернете. Вот этот счетчик стоит полторы тысячи рублей новый. Они здесь все новые. Но вот, к сожалению, внутри там стоит батарейка, которую никак не заменить. Она встроенная. И она, видимо, сдохла. Мой друг их проверял, и они нифига не работают. Просто внутри батарейка сдохла. И ее никак не заменить. Потому что вот здесь все залито эпоксидной смолой. И это капец как обидно. Потому что они полностью новые. Производитель счетчиков этих просто грамотный человек. Раз поставил туа батарейку одноразовую, которую даже заменить нельзя. Поэтому, собственно, эти счетчики и выкинули в помойку. Мы их возьмем на барахолку. Я думаю, их кто-то у нас купит. Будем их продавать рублей по 50 за штуку. Ведь я думаю, если постараться, можно батарейку заменить. Но это будет очень сложно. Ведь вот эта смола очень твердая. Ну, блин, когда мы это нашли, удивление просто не было предела. А когда я загуглил, я просто офигел. Я, конечно, молился, чтобы это было рабочее. Но нифига не фартануло. Помоечка снова обломала. Также нашел полностью целую трубку для курения табака. Состояние вообще офигенное. Положу ее в сюрприз бокс. Трубка из магазина Глав Табак. Помоечка дарит новогоднее настроение. Нашел елочку с украшениями и с фонариками в полном комплекте. Теперь у меня точно будет Новый год. Жалко, что елочка очень маленькая. Но, в принципе, ничего страшного. Буду ложить под эту елочку мини-подарки из помойки. И, кстати, изначально елка была без подставки. Мне пришлось ее самому сделать. А сделал я подставку из старой нерабочей настольной лампы. Поздравляю вас всех, ребят, с наступающим Новым годом. А еще нашел рабочий утюжок для волос. Греет просто изумительно. Продам его на барахолке рублей за 100. Или на Авито рублей за 200. А еще были найдены вот такие мини-карты. Которые я положу в сюрприз бокс. Помоечка меня в этом году просто удивляет. Нашел вот такую штуку. От бренда AirTech. Поначалу я не понял, что это такое. Но когда открыл вот эту крышку... Ой, блин, из нее что-то... Фу, бля... Фу, капец. Это оказалась вагина резиновая. Да. Секс-игрушка. Из нее что-то вытекает. Фу, капец, это мерзость. Продам эту резиновую дрочилку на барахолке. Рублей за 100. Шикарно. Теперь мой стол загажен походу спермой. Я в шоке. Но, тем не менее, помойка дарит секс. А еще был в помойке найден аккумулятор. Который весит примерно килограмм 15 как минимум. Его можно будет сдать на металлоприемку и заработать рублей 500. Кстати, тяжелый капец, я его еле допер. Помоечка дарит 500 рублей в виде аккумулятора. А еще помоечка порадовала меня вот такой мини-урной. Которую я заберу домой и поставлю себе в комнату. Внутри урны есть ведерко для мусора. Ну а урну можно открывать ногой с помощью вот этой педали. Капец, у нее даже ручка есть, чтобы можно было ее переносить удобно. Урна немного гнутая, но это ничего страшного. Эта урна идеально впишется в моей комнате. Помоечка снова знатно обувает и одевает. Во-первых, нашел большое количество мужских штанов. Больше всего мне понравились вот эти спортивные штаны от бренда Adidas. Которые я точно оставлю себе. Не знаю, оригинальные они или нет, но смотрятся офигенно. Чисто классические штаны черного света с тремя полосками. Такие пол России носит. Также вот здесь есть три пары штанов. Серые джинсы. Неплохая черная шапка. Еще вот такие штанишки. Здесь есть джогеры зеленого цвета. Две пары классических джинс. И еще одни джогеры темного цвета. Также помоечка, как обычно, неплохо обувает. Больше всего мне понравились вот эти кроссовки от бренда Asics. Но они с ушатанной пяткой. Но зато они оригинальные и моего размера. Поэтому я их оставлю себе. Буду летом в них ходить. Ну а ушатанная пятка это не особо страшно. Также помоечка порадовала вот такими кроссовками. Они, кстати, на венцы смахивают. Кроссовки 42 размера. Состояние просто восхитительное. Но от бренд непонятный. Также есть вот такие зимние кеды утепленные. Что это за бренд, я вообще без понятия. Но зато они прямо очень теплые. А еще помоечка порадовала палеными женскими ньюбелансами. И еще кроссовками от бренда Demix. И они, кстати, полностью целые. 43 размера. Я по-любому из этой кучи шматья заберу себе вот эти адидасовские штаны. Вот эти кроссовки. Ну а все остальные вещи я продам на барахолке. Помоечка одевает и обувает. Это меня, как обычно, радует. Я очень люблю носить халявную одежду из помойки. На мне, кстати, вот эти вот ботиночки. Угадайте, где я их находил. Нашел одежду от бренда Polo. Limit Edition. Но после того, как погуглил интернет, узнал, что в этой одежде играли мужики на лошадях в гольф. Я просто офигел. Я никогда не видел подобный вид спорта. В общем, эта толстовка очень уникальная вещь. И шили их на заказ для той команды, которая играла в этот вид спорта. Толстовочка в офигенном состоянии. Я постараюсь ее продать на Авито тысячи за две. Возможно, какие-то ценители этого вида спорта у меня ее купят. Да и смотрится она довольно-таки неплохо. Так что я думаю, за пару тысяч ее должны у меня купить. Этот бренд очень дорогой. Помоечка одарила одеждой премиум класса. Еще и лимитированная версия. Офигеть! Вот это удача! Небольшое количество мелких, но крутых находок. Во-первых, вот такой кожаный подшлемник. Очень старый и абсолютно целый. Неплохая старая находка, которая даже, возможно, кому-то сейчас пригодится. Самое крутое, что здесь прям чувствуется, что это натуральная кожа. Внешний вид соответствует годам. Продам этот подшлемник на барахолке рублей за 300. Я думаю, ценители старых вещей найдутся и купят его. Также был найден чехол для пи-спишки. Он, к сожалению, был пустой. В принципе, состояние нормальное. Продастся на барахолке. Также был найден старый фотоаппарат от бренда Олимпус в чехле. Но внутри, к сожалению, нет пленки. Но это, в принципе, не проблема. Я думаю, его кто-то купит на барахолке. На данное время это совсем не актуальный товар. Но любители пленочной фотографии все равно есть. И они подобные фотоаппараты покупают. Также была найдена рация от бренда Моторола. Скорее всего, рабочая. Она на мини-пальчиковых батарейках. Но вот у меня нет заряженных мини-пальчиковых батареек. Поэтому проверить ее не могу. Положу эту рацию в сюрприз-бокс. Рация так-то классная. Кому-то очень сильно пригодится. Также были найдены маленькие колонки от бренда Dexp. Внешнее состояние у колонок нормальное. Положу эти колонки в сюрприз-бокс. Также была найдена древняя гарнитура для телефона Sony Ericsson. Это, я так понимаю, модуль FM-приемника, который подключался к телефону. Плюс здесь есть наушники. Это очень редкая и полезная штучка для этих телефонов. Я эту гарнитуру продам на барахолке. Состояние у нее просто идеальное. Она как будто новая. Также была найдена вот такая прикольная машинка. Едет она не очень хорошо. Но я думаю, ее кто-то купит на барахолке. А в этой коробке были найдены самодельные сережки, которые сделаны из бисера. Смотрится, кстати, прикольно. Положу эти сережки в женский сюрприз-бокс. Также были найдены вот такие залупные духи с рынка. Запах у них просто отвратительный. Продам их на барахолке. Рублей за 50 за 100. Также была найдена вот такая пепельница в коробке. Полностью новая. Оконный термометр на липучке. Полностью новый в упаковке. Коробка от AirPods Pro. Положу их себе в коллекцию. Также был найден в коробочке старый видоискатель от бренда Blick. Я так понимаю, нужен был для тех фотоаппаратов, в которых не было видоискателя. Интересная находка для тех, кто любит старину. Я думаю, этот видоискатель купят на барахолке. Он даже с чехлом. Также был найден нож-кредитка полностью целый. А еще был найден вот такой ножик. Смотрится, конечно, он стрёмно. И вот здесь есть косяк. Им, походу, какие-то провода замкнули. Из-за этого металл поплавился. Ну а так ножик смотрится классно. Оставлю его себе. Также была найдена вот такая прикольная машинка, которую я продам на барахолке. Она полностью на ходу. И смотрится классно. Ну вот здесь нет стекла. Или крыша. Возможно, тут она когда-то была. Кстати, в эту машинку, походу, батарейки вставляются. Она, возможно, какие-то звуки издает. Продастся на барахолке рублей за 50. Также был найден кассетный плеер. Это очень редкая находка. Я очень давно такие штучки не находил. Когда мне было лет 15, я с подобным плеером ходил и слушал музыку на кассетах. В этом плеере есть косяк. Батарейки, которые в нем стоят, жестко окислились. В принципе, эту проблему можно решить. Батарейки нужно выкинуть, все почистить. И, скорее всего, этот плеер заработает. Я этот плеер продам на барахолке рублей за 50, за 100. Также был найден леденец-пенис на палочке. Запечатанный, полностью новый. Не знаю, конечно, какой он на вкус. Продам на барахолке рублей за 10. Также было найдено два крепления. Первое крепление для планшета в машину. А второе крепление для смартфона в машину. Так-то на вид целые, но вот не знаю, липучка там держит или нет. Возможно, даже и не держит. Но на барахолке купят. Также был найден подстаканник из нержавейки. Подобные подстаканники еще бывают серебряные, но это, к сожалению, не серебро. Продастся на барахолке. А это уже криминальные находки. Патрон 12-го калибра, но это муляж. Внутри патрона ничего нет. Зато в этот патрон можно что-то прятать. Капсуль здесь пластмассовый. И вот видно, кто-то делал самоделку. Это типа похоже на пулю, но это нифига не пуля. Это просто, видимо, на каком-то токарном станке выточили и сделали макет пули. Можно будет продать, я думаю, на барахолке. Так как жалко данное изделие сдавать на латунь. А еще был найден вертолет на пульте управления. На вид вертолет полностью целый, но в комплекте не было зарядки. Но вот зато пультик был в комплекте, и это очень хорошо. Но, к сожалению, у меня нет такого количества батареек заряженных для этого пульта. Поэтому данный вертолет я продам на барахолке рублей за 50 за 100. И еще небольшое количество мелких находок. Во-первых, были найдены вот такие криповые игрушки из Советского Союза. Вот этот чудик самый стрёмный. Ну и вот этот мужичок тоже меня напрягает. Подобные игрушки покупают охотно на барахолке. Также был найден пылесос для машины. Плойка дешманская. Дырявый бензобак, который моему другу пригодится. В принципе, эту дырку можно заделать холодной сваркой и пользоваться бачком. Бутылочка подсолнечного масла. Почти целая. Паленая сумка от бренда Армани. Точнее, Армяни. Потому что это не оригинал. Но, в принципе, она целая. И на барахолке, возможно, ее кто-то купит. Небольшое количество посуды. Стаканы из Макдональдса. Поломанный ножной насос. Он, кстати, был с коробкой. Здесь косяк. Вот в этом месте трубка порвалась. По сути, это можно починить. Ну, а так насос качает. А еще была найдена опасная находка. Это ингалятор компрессорный. От бренда АНД. Такой ингалятор стоит так-то недешево. Но, к сожалению, в комплекте нет вот этой штуки. Есть только трубка и все. Больше ничего нет. Но зато он полностью рабочий. И из этой дырки дует воздух. А почему это опасная находка? Да потому что сейчас коронавирус гуляет. И от этого ингалятора можно заразиться короной. Ведь, возможно, тот, кто лечился коронавирусом, его использовал для лечения. Продам данный ингалятор на барахолке. Рублей за 200. Всем спасибо за ваш просмотр. Не забывайте поучаствовать в новогоднем розыгрыше на 5-й айфон. Вам нужно всего лишь зайти в мою группу и сделать репост. Также нужно поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну и написать ваши планы на новый 21-й год. С вами был расхититель помоечки Штребух. Спасибо большое, что досмотрели видео до конца. Субтитры сделал DimaTorzok